В Центре детского творчества состоялась торжественная церемония открытия ежегодного конкурса «Педагог года-2015». Лучших будут выбирать в трёх номинациях – «Учитель года», «Педагог дополнительного образования» и «Воспитатель года». Всем педагогам удачи, всего хорошего. Начался финансовый год, но идёт к завершению наш учебный год. Поэтому дай Бог всем сил, здоровья, желания творить, желания жить, желания общаться с детьми. Всего вам светлого и хорошего. Знакомство с участниками началось с первого испытания. Оно называлось «Инновационный портфель». Нужно было не только представить себя и рассказать о работе, но и поделиться своими разработками и новшествами. На мой взгляд, чтобы быть успешным в своей деятельности, нужно постоянно находиться в поиске новых интересных решений. Конкурс профессионального мастерства проводится в 23-й раз. В этом году среди участников трое мужчин. Виталий Гладышенко – руководитель единственного фриморья детского духового оркестра «Селаново-Никольск». За годы работы под его руководством около 400 ребят освоили музыкальные инструменты. Педагог дополнительного образования решил не только рассказать о своём опыте, но и продемонстрировать редкое умение игры на фаготе. Я решил поучаствовать, попробовать свои силы, ну и поделиться своим опытом с другими преподавателями. Участвую я первый раз. Действительно, в этом году 50 лет нашему учебному заведению и 20 лет образцовому детскому духовому оркестру, где я являюсь руководителем всех этих 20 лет. Для преподавателя 29-й гимназии Анастасии Латынцевой – это тоже первый опыт участия в конкурсе. На выбор профессии повлияла учительница биологии в школе. Самым сложным этапом конкурса считает открытый урок в незнакомой аудитории. Показать урок на чужих детях – это, конечно, очень и очень тяжело. Найти с ними контакт, общий язык, но, на мой взгляд, это самое тяжёлое. На сайте Управления образования и молодёжной политики администрации Уссурийска началось интернет-голосование. Этой традиции уже второй год. Набравшему максимальное количество голосов будет вручён специальный приз. Имена победителей конкурса «Педагог-2015» станут известны в феврале на торжественной церемонии закрытия. Все участники получат дипломы, а победители – призы. Екатерина Гриб, Анатолий Молчанов, Телемикс.